Если звук... Да, слышно. Здравствуйте, коллеги. Буквально, наверное, еще одну минутку, пока я буду здороваться и представляться. Мы ждем коллег, которые, возможно, опаздывают или подключаются. Меня зовут Кирилл Кузан. Часть из вас, возможно, меня видела на предыдущем вебинаре. По правилам, где мы разбирали, собственно, вопросы к предыдущему этапу Олимпиады. И сегодня мы с вами посмотрим кратко на задания, на структуру заданий и структуру ответов, которые будут на полуфинале и финале. И я поотвечаю на соответствующие вопросы, если они у вас возникнут, про то, что мы, собственно, хотим видеть, какие типы работы мы хотим видеть в рамках этого этапа. Так, ну, я надеюсь, что все, кто хотел, подключились. Я сейчас попробую расшарить экран. Видно ли сейчас, отпишитесь, пожалуйста, коллеги, видно ли экран с демо-версией? Видно. Отлично. Собственно, по идее, у вас, да, сейчас должен быть на экране Google Документ. Можете, на самом деле, пока я буду по нему в течение ближайших 20 минут пробегусь, расскажу немножко про задания. Если у вас будут, соответственно, возникать вопросы, вы можете их писать в чат. Я, когда закончу рассказ, я, собственно, к этим вопросам сразу же и перейду, попробую на них ответить по возможности. Собственно, документ по демо-версии заключительного этапа, точнее, там, на самом деле, два этапа – это полуфинал и финал. Вы ее можете на соответствующем сайте скачать и познакомиться с ней поближе. Я обращу сегодня внимание на некоторые элементы. На самом деле, задания, что для бакалавриата, что для магистратуры, по факту, здесь у нас два трека, по сути, они не отличаются. Будет несколько отличаться и критерий, ну, точнее, жесткость проверки, будут отличаться немножко темы работ, темы, которые мы будем предлагать, но в целом это по своей структуре идентичный задание. Задание заключается в том, что, как вы уже здесь видите на экране, в течение восьми часов в определенное время, собственно, когда оно будет назначено, в течение восьми часов на это задание предложенных, нужно будет написать эссе. Эссе на заданную тему. Вот здесь пример, опять же, в документе приложен цифровые технологии в городской повседневности. Например, пример эссе, которая может быть, тема, которая может, пример темы, которая может попасться вам, как для написания этого самого эссе. Сразу скажу, первое, что важно здесь отметить, про тему. Мы сформулировали их намеренно, максимально широко, чтобы вы могли, чтобы у вас было определенное количество степеней свободы для маневрирования. Где-то вы знаете что-то лучше, где-то вы знаете хуже, и вы можете внутри большой темы цифровые технологии в городской повседневности буквально в первых, там, не знаю, двух абзацах сфокусировать эту тему на какой-то конкретной проблеме. То есть, на самом деле, это не обязательно пункт программы, но очень советую, и это действительно полезно будет вам и удобно при написании эссе, когда вы выбираете какую-то тему, вы пишете не трактат на 10 тысяч страниц в целом про всю цифровую, к примеру, в данном случае, про все цифровое в городской повседневности, а вы ставите в первую очередь некоторые проблемы. Написание эссе, как правило, завязано на том, что вы в течение этого эссе вы решаете какую-то задачу, вы решаете какую-то проблему. Соответственно, первое, что вы делаете, вы заужаете тему, фокусируясь на конкретном аспекте. К примеру, вы говорите, там, цифровые технологии в городской повседневности. Куда можно, там, двинуть эту тему? Вы можете сказать, привязаться к локдаунам и эпидемиям и сказать, начать рассуждать и обсуждать вопросы взаимоотношений, вообще общения людей в условиях локдауна, появления всяких зумов, вебинаров, их развития, гугл-митсов и всего прочего, как они повлияли на городскую повседневность, потому что, опять же, общение людей, межличностные контакты – это тоже часть самой городской повседневности. С другой стороны, можно начать рассуждать на тему mobility as a service, такой большой темы масс, так называемая, мобильность как услуга, внутри которой поговорить про влияние цифровой технологии на сервисы доставки, что вот, на самом деле, именно доставка различных вариантов Яндекс.Лавки, не сочтите за рекламу, или чего-нибудь подобного, вот, это меняет городскую среду, меняет городскую повседневность, мы перестаем, там, ходить в магазины, нам, в принципе, возможно, там, не столь нужны, или другие нужны по размеру кухни, мы перестаем готовить, как выглядит такой, в ближайшем будущем, как будет выглядеть квартира, человека, который полностью перешел на доставку, на еду из Яндекс.Лавки, насколько это устойчивая система, а вдруг Яндекс.Лавка обанкротилась, и человек в этот момент, что он перестал есть, нет, он как-то по-другому начинает адаптироваться, и так далее. То есть вы, первое, что вы делаете, вы заужаете тему и ставите некоторую проблему. Если вы не поставили проблему в эссе, ну, или какой-то вопрос сами себе не задали, вам будет довольно тяжело. Это подобное эссе будет, ну, слишком общего характера, вас будет болтать из стороны в сторону с точки зрения того, что вы хотите рассказать, и это будет такое не зыбкое, очень не структурированное эссе получится, а как мы увидим далее, логичность изложения и структура – это один из важных критериев эссе. Соответственно, вот поставили бы эту проблему, и пишете эссе размером от 2 до 5 тысяч слов. 2 – это нижняя планка, 5 – это верхняя планка, в течение 8 часов. Ну, непривычно, возможно, кому-то критерий количества слов. На самом деле, обычно в вузах, в крупных вузах, в зарубежных вузах обычно словами, а не символами меряют, вот, собственно, количество слов. 300 слов – это примерно, ну, 350 слов. Это примерно страничка А4. Ориентируйтесь на это. То есть, если переводить в страницы, понятно, что очень сильно зависит от шрифта, зависит от межстрочных интервалов и так далее. Ну, вот я там примерные, стандартные вещи говорю, там какой-нибудь 12-й шрифт, полуторный интервал, что-нибудь такой более-менее привычный большинству пользователей. А, собственно, в этих категориях у нас получается, что 2 тысячи знаков – это, ну, примерно 6 страниц. 2 тысячи слов – это примерно 6 страниц А4. 5 тысяч, ну, соответственно, это где-то в районе 15-16 страниц. За 8 часов, на самом деле, 6 страниц написать вполне себе можно. Верхнюю планку 5 тысяч мы поставили, скорее, вряд ли кто-то будет до нее дописывать, да и, в общем, критерием, скажем так, объем для нас не является критерием качества. То есть, если вы напишете 2 тысячи и одно слово, оно будет оценено ровно так же, как и 4999 слов. Оценка может быть… оценка от этого просто не будет зависеть. Это просто 2 тысячи – минимальный порог, потому что меньше, скорее всего, просто, ну, почти невозможно раскрыть тему, или если у вас не получается вот эти 2 тысячи слов написать, с большой долей вероятности вы какие-то упускаете аспекты того феномена, который вы рассматриваете. Либо вы слишком заузили тему, вы, там, берете, вот, опять же, применительно к цифровым технологиям городской повседневности, вы, я не знаю, анализируете не в целом, как горожане начали общаться в Zoom во время локдауна, а вы какой-то разбираете только один конкретно маленький кейс вашего общения с вашим другом. Я не знаю, ну, здесь какой-то иной пример слишком сильного заужения темы можно привести. Ну, соответственно, переводя вот это 2-5 тысяч слов за 8 часов, переводя на простой язык, вам нужно за 8 часов, то есть за день, за рабочий день, написать 6 плюс страничек текста на заданную тему. Тему вы при этом больны выбирать, ну, точнее, вы выбираете из предложенных, но внутри, да, будет несколько, вот я, кстати, вижу, будет несколько тем на выбор, и внутри, но внутри нее вы, соответственно, выбираете еще большее заужение. Сначала у вас выбор тем, потом вы выбираете из этих тем одну, потом внутри этой большой темы заужаетесь еще более до какого-то конкретного предмета, так что с этим не будет проблем. Там максимально широкие темы, в общем, я подозреваю, что почти в любой теме вы можете найти какой-то сюжет, который вам будет интересно писать. Здесь еще, в общем-то, связано это с тем, что нам важно, чтобы вам самим было интересно с этим разбираться, потому что это такая вот в течение дня исследовательская работа. Вы в течение этого дня, вы, скорее всего, не сразу же садитесь, вы увидели тему и сразу начали писать. Вы, скорее всего, ну, или я вам предлагаю одну из схем работы, вы, скорее всего, сначала садитесь и делаете небольшой ресерч, исследование. А что вообще написано на эту тему? А кто вообще чего говорил на эту тему? А что можно быстро почитать? Понятно, что книжку вы не прочитаете за эти 8 часов, чтобы еще успеть что-то написать. Но прочитать парочку-троечку статей последних, которые на эту тему были написаны, вполне себе возможно. И это вам поможет, потому что вы сможете давать, в том числе, ссылки внутри вашего исследования. То есть это такая научная статья. Ну и, собственно, дальше эту работу, готовую работу в формате Word или PDF по сечении отведенного срока, вы загружаете в личный кабинет, а мы уже дальше ее проверяем по стабальной шкале. Каждая из представленных работ может также проходить проверку в системе антиплагиат. Вот давайте сразу про антиплагиат поговорим, потому что это важная тема, особенно для тех, кто, особенно, наверное, для тех, кто-то поступает по траку бакалавриата, что, скорее всего, вы практически не сталкивались с написанием подобных текстов и общаться с этой системой. Хотя, возможно, сейчас, возможно, все. Антиплагиат – это система, которая смотрит не… если очень обобщенно, не действовали ли вы по принципу Ctrl-C, Ctrl-V. То есть вы нашли где-то кусок текста, он вам показался интересным, вы взяли его, скопировали, вставили в текст и не вставили ссылку. Выдали этот кусок текста за свой. Хотя, кроме Ctrl-C, Ctrl-V, вы ничего не сделали. Ну, еще прочитали его, но это не делает его ваш. Собственно, антиплагиат – это система, которая отлавливает подобные ситуации и показывает нам, проверяющим, какую долю текста вы позаимствовали из просторов сети интернет. Сразу скажу, вот здесь такая хитрая, важная вещь – цитировать статьи и вообще цитировать кого бы то ни было в тексте – это скорее плюс. Плагиатить, то есть копировать текст без цитирования – это большой грех. За это мы будем сильно наказывать, бить по рукам, снижать баллы и так далее. Скорее всего, просто тексты с большим количеством плагиата просто не будут допускаться автоматически получать минимальный балл, ноль баллов по скобальной шкале. Что это означает? Вы можете, и даже это очень сильно приветствуется, если вы ссылаетесь на другие работы и говорите, что смотрите, я вот думаю так-то и так-то, и так же думают вот те исследователи, которые вот в такой-то статье это дело опубликовали, или вот так же думают представители городской администрации вот в этом интервью. Но очень важно, что в этот момент вы делаете ссылку. Вы, во-первых, кавыч, если вы берете прямую цитату из статьи или из интервью, или откуда-то бы ни было, еще из учебника, вы ее кавычите и ставите ссылочку, откуда конкретно вы это взяли. Ссылки украшают текст. Плагиат – это, соответственно, то, что мы не будем максимально пресекать и не давать чему просочиться в ваши тексты. Соответственно, понятная история про антиплагиат, надеюсь, более-менее. Если будут вопросы, еще мы скажем. Но все, что я сейчас говорил, это относится к какой процент цитирования от объема работы допускается в СССР. Но здесь нет такого прямого требования, как объем цитирования, но обычно, здесь мы не прописывали этот объем, обычно где-то примерно 20% цитирования, это более-менее история, больше уже как-то, ну, это превращает скорее в реферативную работу. Все-таки нужно, чтобы и вы какие-то свои мысли высказали, а не просто успели за 8 часов понадергать мысли из других работ. То есть это украшение, но именно украшение, а не основное тело работы. Основное тело – это ваши мысли, ваши рассуждения, ваша логика. Так, а если вдруг у меня попадется тема, связанная с моей курсовой, она загружена в вышкинский антиплагиат. Я захочу взять этот кусок, то это будет считаться автоплагиатом. Ну, автоплагиат – тоже плагиат, кстати говоря. То есть если вы себя плагиатите, это тоже плагиат, но вы можете на свою работу тоже ставить ссылку. В этом нет ничего страшного. Вы будете ссылаться на себя, как на великого автора. Так что в противном случае вы просто иначе попадете в дурацкую ситуацию, когда вам нужно будет доказывать, что это ваша работа, а не чья-то еще, потому что плагиат это выявит как плагиат. Если там мы не увидим цитирования, то не факт, что мы успеем разобраться и увидим, что это ваша же работа, на которую вы просто не поставили ссылку. Так что да, ставьте ссылки. Плюс к тому, тоже важный момент, про вот этот самый плагиат, автоплагиат, это то, что если вы, если у вас тема какая-то, ваша курсовая работа связана с той темой, либо так случилось удобно, что наша тема попала в жилу вашей курсовой работы, и вы просто взяли, не знаю, первые 10 страниц вашей курсовой работы, сделали Ctrl-C, Ctrl-V. Ну, это, во-первых, не совсем честные условия, потому что мы ждем от вас за эти 8 часов некой научной деятельности. Мы ждем, что вы скажете что-то, какое-то логичное, связанное, интересное высказывание, основанное на ваших представлениях и том, что вы успели почерпнуть из других источников. Поэтому здесь, даже если у вас есть на эту тему курсовая работа, да, все равно те же самые 20%, примерно 20% объем допустимого цитирования, а все остальное, это либо перефразирование, да, вы можете использовать мысли из вашей курсовой работы. Никто этого запретить не может. Но нет текста напрямую. Все, о чем я говорил, это пока еще полуфинал. По итогам полуфинала мы отберем работы, которые мы пригласим в финал. В финале, в прошедшем, собственно, финал участникам предлагается выступить перед жюри, представить работу в формате уже презентации, содержащей не более 10 слайдов. Количество слайдов здесь довольно маленькое, но здесь как раз мы по принципу small is beautiful, чем меньше, да лучше. Вот, ваша задача будет к финалу, у нас будет время подготовиться, собрать ключевые позиции, ключевые тезисы в 10 слайдов. То, что, например, когда защищается диссертация, а это называется, там, защищаемые положения, то есть ключевые позиции, логично выстроенные, за которые вы отвечаете и которые, вот, как бы вы презентуете жюри в данном случае, как, ну, либо ваши находки, либо вот ваши умозаключения, которыми вы с этим самым жюри делитесь. Собственно, на подготовку презентации, опять же, на работу над темой у вас будет время достаточно, то есть не надо будет в срочном порядке переделывать. И важный момент такой, как бы, с одной стороны читерный, с другой стороны, ну, глупо это запрещать тотально. Что я имею в виду? Вы после того, как загрузили вашу полуфинальную работу в личный кабинет, вы можете не заканчивать ресерч, не заканчивать думать на эту тему, не заканчивать как-то про это дело, что-то почитывать, потому что финальная презентация, не обязана быть просто калькой вашего эссе, который вы написали. Это не означает, что, не знаю, если вы продолжите ресерч, что оценка будет обязательно больше на защите, ну, на финале. Это не обязательно программа. Но, скажем так, лишних пару-тройку статей, если вы прочитаете. Я думаю, в этом большой беды, больших проблем не будет. Собственно, и вы защищаете уже перед жюри презентацию. на защиту у вас будет 15 минут, когда вы эти 10 слайдов рассказываете. И еще 15 минут члены жюри могут мучить вас вопросами. Вопросами либо по теме эссе, потому что вы, собственно, представили, либо, в целом, по теме олимпиады. Олимпиады, здесь, собственно, есть эта оговорка в рамках финального тура, члены жюри могут также задавать участникам вопросов, выходящие за рамки выполнения конкретной работы, но соответствующие тематике направления Олимпиады с целью определения уровня общей эрудиции участника и его погруженности в тему. Я сомневаюсь, что будут какие-то абсолютно неожиданные вопросы и серии. Срочно скажите мне какие-нибудь ключевые позиции. Вы написали там про социологию города, а вас будут спрашивать про ключевые транспортные политики Санкт-Петербурга. И вы в этот момент в панике в ступор будете подать. Вряд ли эти вопросы будут направлены на конкретное знание, скорее они будут на эрудицию в смысле такого квиза или там какого-то варианта всяких интеллектуальных игр серии «Своя игра», когда либо знаю, либо не знаю. они скорее будут эти вопросы направлены на то, как вы быстраиваете логические связи. Вот это намного важнее. Будет ли отдаваться приоритет рассмотрению ВСЭП-примеров из российской, из-за рубежной практики? Никаких приоритетов здесь нет. Примеры должны иллюстрировать вашу мысль. Какой пример лучше ее иллюстрирует, тот и берите. В российской и зарубежной практике здесь абсолютно в равных условиях. Вот, собственно, финальный тур, презентация, 15 минут. Вы говорите, 15 минут вам задают вопросы, вы от них отбиваетесь. Как презентация, так и эссе будут оценены по 100-балльной шкале и результаты полуфинала и финала будут суммироваться. То есть, если вы блестяще прошли полуфинал, то и завалили, как-то неудачно выступили на финале, у вас все равно сохраняются шансы по сумме баллов как-то выйти по суперлидерам. Будет такая, будет очень многое зависеть от того, как выступят ваши в данном случае конкуренты, будем честны. Вот, но все равно мое пожелание не проваливайтесь ни на одном этапе. Старайтесь выдержать планку на всех. Собственно, аналогичный текст здесь представлен для магистратуры. Тоже 15 минут тоже результаты полуфинала, финала суммируются, тоже два этапа. Эссе 2-5 тысяч слов на 8 часов и презентация на 10 слайдов. Здесь, в общем-то, идентично. Ну, вот здесь другой пример эссе «Роль горожанина в управлении городом». Опять же, здесь вы можете развивать эту тему совершенно разные аспекты. Можно говорить про разбирать такие темы, как соучаствующее проектирование или публичные слушания, как инструменты участия в планировочном процессе в городе. Можно развивать эту тему, например, в сторону сообществ городских. Говорить о том, что, да, один человек, как правило, практически не может поучаствовать в городском планировании, но когда люди объединяются, когда они объединяются в какое-то сообщество и вырабатывают какую-то общую позицию, за этим может стоять довольно серьезная сила. Или вы можете вообще, на самом деле, уходить в другую рамку, роль горожанина в управлении городом, уйти в тему муниципальных депутатов и поговорить про них. Соответственно, содержание контрольно-измерительных материалов здесь у нас там 100 баллов 8 часов время на презентацию в сумме 30 минут. Здесь же представлен список рекомендованной литературы по разным абсолютно направлениям. Также здесь, если я правильно помню, в конце, да, вот, собственно, помимо 32 наименований различных книг, которые возможно вы не успеете прочитать, есть и журнал, в которых будут концентрироваться статьи, вот, статьи, наверное, здесь может быть для вас даже более интересные, более интересный формат, потому что он более легкий, более быстрый. Первым идет наш журнал «Городские исследования и практики». Ссылка на его страницу, можете как раз смело смотреть на его номера, тем более, что они как раз в многом и структурированы по подобным темам, цифровизация города, у нас есть отдельный журнал, отдельный выпуск журнала по теме «Умного города», отдельный журнал по объектам культурного наследия, в смысле отдельные выпуски. Да, вы можете ознакомиться с какими-то, опять же, проблематиками в этой области, глядя на статьи соответствующих журнал. Ну, помимо городских исследований практик, то есть «Мир России», «Социология власти», «Урбан Стадис», «Урбан Плэннинг» и так далее и тому подобное. Другие ресурсы «Арзамас Акэдемия». С «Арзамасом» у нас в какой-то момент вышел совместный курс лекций, совместный образовательный продукт. Можете, опять же, и его с «Арзамасом» и компании «Века». Вот, можете их, в смысле, этот курс послушать для понимания тоже какой-то контекста. Возможно, ссылаться на этот курс тоже, в принципе, вы можете в данном случае. Структура эссе. Собственно, есть какие-то формальные вещи серии, титульный лист и при необходимости приложения, если вы какие-то, не знаю, карты, таблицы или что-то еще, что не поместилось в текст, но вам кажется важным в приложении, присовокупить к эссе, вы это закидываете в приложение и даете внутри текста ссылку. Так, основные элементы введения, где как раз вы обосновываете выбранную тему, ее скорее заужаете, ставите цель, определяете исследовательские задачи, обозначаете вот эту самую исследовательскую проблему в введении. Дальше основная часть, заключение, где вы делаете выводы и также прикладываете в обязательном порядке список источников, на которые вы ссылаетесь. Академические источники, статьи в научных журналах, монографии, материалы конференции, архивные источники, дополнительные материалы, статьи в СМИ, социальные документы, законодательство, консалтинговые материалы, аудиовизуальные материалы, карты и так далее. Это не значит, что нужно только ссылаться на академические источники, а дополнительные не трогать, но академические источники, как-то вот так принято, что они весят больше, потому что они прошли журнала рецензирования, и как-то, в общем, экспертные сообщества за них в той или иной степени ручаются, а в интервью в средствах массовой информации вы им, в общем-то, можете сказать все, что угодно, никто вас может и не проверит, или скажет откровенную чушь, но это напечатано, такое тоже бывает. Поэтому здесь посмотрите, на что вы ссылаетесь. Здесь считается таким, ну не то, что мавитоном, хотя не очень приветствую, например, ссылки на Википедию, потому что Википедию вы можете написать сами, ну вы, наверное, слышали про все различные казусы с тем, когда открывают очередной там регион ссылок, регион статей на Википедии, которые на самом деле являются фанфиком каким-то. Недавно относительно открыли целый набор статей по истории России, написанные просто на формате такого фанфика, то есть кто-то веселился, кто-то писал вымышленные факты, хотя писал их в стилистике научной, в Википедийной статьи, и обычного читателя не приходило им в голову, что это не настоящие данные. Поэтому будьте аккуратны, если даже понятно, что Википедия одна из первых вылезает у вас, когда вы забиваете хоть какой-нибудь термин, особенно научный термин, когда вы забиваете в гугле. Но старайтесь смотреть на ссылки в самой статье в Википедии. Это более уже такой проверенный источник, то есть на кого ссылается Википедия, и посмотреть на те документы, те статьи, те книги, которые там упомянуты. Собственно, описание, здесь все просто, наверное, важно критерии оценивания эссе, вот на них как раз концентрировать внимание, постановка исследовательской стратегии, актуальность, проблема, цель, задачи эссе. То есть, когда вы начинаете писать это, собственно, эссе, вы первонаперво ставите проблему, ее формулируете, и в связи с этим ставите цель, формулируете задачи, а что вам нужно сделать для решения поставленной задачки. То есть, вот у вас есть в целом некоторая широкая тема, вы внутри нее находите какой-нибудь парадокс, какую-нибудь задачу, какую-нибудь такую заусенницу, занозу, и пытаетесь ее решить. Соответственно, стратегия, как вы собираетесь ее решить, это первое. Контекст, насколько вы хорошо владеете литературой источниками по данной теме. Есть, опять же, требования, используемые не менее трех академических источников, ссылки на статьи, то есть, не менее каких-то трех статей вам нужно успеть найти, опять же, не обязательно, не совсем такой, как бы, педагогические фразы сейчас говорю, но более честные, вам не обязательно статью прочитывать полностью, чтобы на нее ссылаться, то есть, вы можете, на самом деле, скорее смотреть на, в первую очередь, на введение заключения, анализируя, а полезна ли вам эта статья вообще для того, чтобы как-то на нее сослаться, есть ли там какие-то мысли, что вы можете просто потратить время, не порядка, что 8 часов довольно большой срок, но все же ограничен. Связанность и логичность текста, ну, наверное, один из таких очень важных, если не ключевых аспектов, все вот элементы вашего текста, они должны быть прошиты единой логикой, то есть, проблема соответствует цели, задача, цель соответствует проблеме, задача соответствует цели, то, что вы пишете в основном тексте соответствует задачам и так далее и тому подобное. Соответственно, для того, чтобы эта логика проявлялась, наличие аргументов, вы как-то аргументируете свою позицию, вы обосновываете ее, приведенные примеры из литературы, ссылки на источники, они нужны не просто так, а они должны как-то иллюстрировать ваши тезисы, как-то их опровергать или скорее подтверждать, как-то с ними соотноситься. Наличие выводов, то есть вы по итогу эссе вы к чему-то приходите, к какому-то умозаключению. Соответственно, наличие выводов здесь обязательный элемент. Ну и оформление, понятно, что у нас не олимпиады по числописанию, по литературе, грамотности и так далее, но все же это будет влиять, пусть и опосредованно, но на оценку. Читать неграмотный текст, стилистически невыгеренный из кучи грамматических ошибок, функционных просто тяжелее. И скорее всего, в плохом, плохо написанном, читая плохо написанный текст, проверяющий будет все более и более грустнеть, у него будет портиться настроение, от этого неизбежно как-то, скорее всего, немного понизится оценка, поэтому обращайте внимание на оформление. Грязная работа, неопрятная, всегда выглядит хуже, даже если она в себе содержит вполне себе гениальные мысли. Так что по одежке встречают. Это правило никуда не девается. Более развернутый вариант описания критерия по оцениванию и там количество баллов, собственно, постановка исследовательского опроса. Здесь описана как бы такая матрица с оценками, на которую просто повнимательнее посмотреть уже в свободном режиме. Сейчас мы по ней по всем этим элементам проходить не будем, но вот там ВСЭ представлена разработанная постановка исследовательской стратегии, с реалистичными целями и задачами, проработанной теоретической исследовательской проблемой, актуальность введения представляет из себя связанный логичный текст. И вот если все это присутствует, то за этот блок вы меньше чем соответственно там 80 баллов получить не сможете. 15% от 80 баллов. В сумме у нас все стоит 100 баллов, но дальше каждый из этих критериев разделен на ну у него есть веса постановка исследовательского вопроса. 15% по сути от введения зависит 15% вашей итоговой цены. от начала постановки. Так что внимательно относитесь к этому процессу. Контекст 25% связан с логичным 15%, наличие аргументов 25%, ну и здесь в общем-то вы все видите. И аналогичная история по аналогичная история по бакалавриату и магистратуре. и похожая история связана с финалом. Напомню, это все до этого. До этого я говорил про эссе. Аналогичная история с финалом. Презентация, но немножко в более таком усеченном что ли варианте. Тоже 100 баллов. Критерии логичности, последовательности изложения, четкая формулировка целей, задач, полученных выводов. 30 баллов. Объем знаний, ну это как бы эрудиция, это скорее аналог контекста. Если в эссе это было контекстом, то вот презентация скорее глубина знаний, погруженность в тему. Оформление, культура речи, чувство времени, доброжелательности и так далее. И кратче, что по самой презентации. Ну вот здесь в эссе меньше внимания уделяется оформлению, в презентации больше внимания уделяется оформлению и подаче материала по причине того, что презентационный материал это именно про ваше выступление. То есть здесь какая-то четко поставленная речь, хороший голос, правильные манеры подачи информации, акценты расставлены. Все это очень сильно влияет на то, насколько хорошо вас понимают зрители и жюри в том числе. Поэтому конечно в презентации здесь больше внимания на это уделяется. Соответственно опять же 30 минут на презентацию, список источников, ну он здесь повторяется, он дублируется, это дублируются материалы для магистратуры. В этом документе я имею ввиду. Вот, коллеги, на самом деле что касается какой-то конкретики, вроде как я все упомянул. Эссе и презентацию, попытался поставить акценты, где на что сделать, больше упор. То есть понятно, что когда мы пишем эссе, у нас больше упор идет на аргументацию, на ссылки, на логичность. Когда мы презентуем материал, у нас больше упор, ну может быть не больше в смысле в абсолютных показателях, но больше относительно эссе. В презентации у нас больше упор идет на подачу материала, на оформление, на культуру речи и так далее. 40% вашей оценки минимум будет зависеть на финале от того, как вы сформировали, как вы оформили презентацию, как вы подали эту цель. Вот как раз я 40 минут обещанные рассказывал, остается примерно 20 минут, пока не начнутся защиты студенческие соседние аудитории, куда мне нужно прийти в комиссию. И если у вас есть вопросы, то эти 20 минут я могу с удовольствием поотвечать. Я пока не буду останавливать демонстрацию экрана, мало ли там понадобится куда-нибудь из элементов. Есть ли, коллеги, у вас вопросы по полуфиналу и финалу? Кто первый не выдержит? Я и не буду. Смотрите, ну, если вопросов нет, мы постарались достаточно написать. А, так, будет ли выложена запись? Спасибо, все понятно. А запись, я, кстати, не знаю, будет ли выложена, то есть вебинар автоматически все записывает. Наверное, нет, запись именно не будет выложена. Это, кстати, к организаторам олимпиады вопрос, на самом деле, а не ко мне. А, во, Дарья подсказывает, что, да, запись вебинара будет доступна. Тогда прекрасно. Простите, пожалуйста, не знал, Дарья. На официальном сайте олимпиады. Вот хорошо, что знающий человек есть в нашем чате. Спасибо, Никита, и вам спасибо. Хорошо, коллеги, на самом деле, если вопросов нету, ну, точнее, если вопросы пока не сформулированы о, отлично, авиационного характера, дата и время полуфинала приходится на дату и время заключительного этапа другой олимпиады. в регламенте такие нюансы не указаны. Поэтому вопрос, существует ли вам может перенос дедлайна на день раньше, позже. Это вот тоже к Дарьи, кстати говоря, вопрос, но я боюсь, но я боюсь, что такие возможности, таких возможностей не будет Дарьи. Попом и помощь клуба, я заметил, что есть в чатике, поэтому буду к вам это пересылать, вопрос. Я боюсь просто, что это невозможно, потому что, ну, как бы вам будут доступны, вам будут доступны те примеры, то есть нам нужно тогда, по сути, новый набор тем придумывать. Не то, чтобы мы вам не доверяли, мы вообще никому не доверяем, мы себе не доверяем, в строжайшем секрете держим все весь набор данных. Ну, короче говоря, вот, собственно, про Арсений, про проэта, спросите у оргкомитета Олимпиад. А интересно ли проверяющим будет читать, вопрос Никиты Курносова, а интересно ли проверяющим будет читать примеры и проблемы других городов, Саратов, к примеру, и нужно для примера проводить проблемы других городов. Слушайте, про все города интересно. У нас нету, у нас не москвоцентричные мы люди в этом смысле, то, что мы сидим в Москве, я в момент вещаю с улицей Мясницкой, не знаю, что мне интересно все про Москву. Поэтому примеры других городов. Наверное, здесь я так отвечу на ваш вопрос. Хитрость заключается в том, что по Москве, по крупным городам, по которым больше примеров, как правило, больше данных. И вы можете более какой-то глубокой эссе написать скорее на массиве данных по Москве, Питеру, Казани и так далее, чем по Саратову. Но Саратов гораздо менее заезженная в научной литературе тема, поэтому по нему эссе может быть потенциально интереснее. То есть, это такой, знаете, более рискованная ставка, но с большим потенциалом выигрыша. если вы напишите гениальную работу, грубо говоря, гениальная работа по Москве, хорошая работа по Москве и хорошая работа по Саратову, есть у меня предложение, что хорошая работа по Саратову будет оценена чуть выше, интуитивно. То есть, опять же, в правилах этого нету, у нас все города равны в данном случае. Какой город, про какой город напишется, кто-то будет проверять. Нам в данном случае не принципиально. Но я предположу интуитивно, что, да, есть такой нюанс. Незаезженные премьеры выглядят более выигрышно. Вот Дарья ответила про возможно, олимпиаду в другой день писать нет. Было интересно уточнить детали. Спасибо. Спасибо. Вот, так, есть ли еще вопросы? Да, я, собственно, начал говорить, сбил вопрос, ну, не сбил, просто Арсений задал вопрос в тот момент. Я начал говорить о том, что, в общем-то, если у вас возникают вопросы по олимпиаде, там, технические вопросы вы можете с оргкомитетом вписываться, а также оргкомитет нам направит или просто напрямую Юлию Воловик написать вопросы содержательные. В общем, аккумулируем вопросы, стараемся на них тоже отвечать в почте в одной или какой-нибудь другой коммуникации. Так что не переживайте, если сейчас у вас не получается задать вопрос, и это не последний вариант, когда вы его можете задать. почта оргкомитета. Спасибо большое Дарье, что вы есть в нашей жизни. Все самое полезное быстро появляется от Дарьи. Хорошо, коллеги, тогда всем спасибо за сим нашей с вами прекрасной встречи. Я предлагаю объявить завершенность. Спасибо большое и всего вам доброго. Удачи на полуфинале и финале Олимпиады. Продолжение следует...